О, сколько восклицательных знаков, замечательно, даже поцелуйчики. Зоя, Дмитрий Уракович, Татьяна, восклицательные знаки, Галина. Приветствую вас, дорогие друзья. Я действительно депутант сегодня на этой площадке. И мне очень приятно с вами познакомиться. И тема нашего сегодняшнего занятия, как уже Татьяна сказала, это развитие интуиции. Как же всё-таки её развить нам, дорогое, чтобы она приносила нам пользу в наших повседневных делах? Замечательно. Поставьте плюсики, если вы меня слышите и видите, чтобы я была действительно уверена, что он дал. Звук есть, всё есть. Я поздравляю вас с весной, с обновлением. А, замечательно, Галина, вижу плюсики, значит, можем начинать. Отлично. Итак, Татьяна уже сказала, кто я такая. Я благодарю вас за интерес к теме вебинара. Я постараюсь сделать его для вас интересным, продуктивным. Он будет у нас практическим сегодня. Сегодня я несколько практик подготовила. И вообще, как бы, такое общение. Далеко не уходить от своих мониторов. Вы будете отвечать на вопросы. Мы будем тут же немножко медитировать, немножко практиковать, немножко играть. У нас всего по чуть-чуть, потому что ограниченное количество времени. Это на тренинге у нас там не ограничено, поэтому мы там размеренно всё проходим. Люблю делать подарки. И в конце, кто досидит до конца, обязательно получит подарок. Согласны получить ценность? Поставьте два плюсика. Так, хорошо видно, слышно, да. И давайте поактивнее, чтобы как-то я взаимодействовала, чтобы я понимала, что вы есть. Галина, спасибо, вижу два плюсика. Давайте, давайте, подключайтесь. Дмитрий, спасибо, вижу два плюсика. Отлично. Значит, подарки хотите получить. Так, а остальные чего? Где? Потерялись. Включайтесь, включайтесь, работу. Итак, сейчас слайд немножко суетапа. Да, вот второй слайд, который, да, здесь моя деятельность. Я собрала такой калаш из нескольких фотографий. Понятно, что тут и сотой доли нет за 20 лет практики. Поэтому просто немножко хочу сказать, что да, здесь я провожу индивидуальные тренинги, здесь индивидуальные консультации, есть фотографии, есть мини-тренинги, арт-терапия, здесь углехождение, здесь выездные тренинги в горах. Каждый год у нас проходит мастерство личностного роста. Такая бурная активная деятельность, и нам не страшна непогода. Мы любим горы, море, мы любим тусовки, и вместе в этих тусовках, конечно, развиваем свои способности. И подготовила тоже пару для вас видео отзывов, как люди проходят тренинги. Итак, сегодня поговорим с вами, зачем же всё-таки нужна эта интуиция. Если вы сюда пришли, то понятно, что вы хотите получать какие-то полезности, и вам важна ваша интуиция. И, естественно, я вам расскажу, какие ключевые стадии вы проходите по развитию своей интуиции. И, как важен внутренний взор или точное видение решения вопроса. Причём вы же понимаете, что мы получаем на бессознательном уровне, в первую очередь, все ответы у нас там находятся. Рецепты очищения головы от мысленного хлама. Это первое, что требуется при развитии интуиции. Потому что самое важное, интуиция не терпит суеты. Она любит размеренность, она любит приятность, она любит вдумчивость, расслабленность. И мы выясним с вами, какие пять основных чувств важны для развития интуиции и познания окружающего мира. И такая небольшая практика, игра, когда вы почувствуете себя шпионом и будете будить, активировать свою интуицию. И преимущество персональной программы в развитии интуиции перед тренингом. Хотя, если это мини-тренинг, несколько человек, то там, естественно, идёт тоже индивидуальная программа. Потому что с каждым человеком я общаюсь и даю обратную связь. И в конце будет подарок. Для тех, кто досидит до конца, и если вам важно получить личную консультацию, 20-минутную, то для первых-вторых участников я проведу такую консультацию. Администраторы дадут мои координаты вам, и через них вы можете записаться на консультацию. А теперь давайте познакомимся. Вы меня уже знаете, видите. А напишите, из какого вы города. Судя по флажкам, которые есть, тут вообще и планета вся присутствует. Поэтому напишите, из какого вы города. Давайте порадуемся географией вместе. Я сейчас вещаю из Подмосковья. Харьков, Галина. Очень приятно. Так, ещё кто? Давайте, давайте, давайте. Подключайтесь все. Замечательная игра. Так, вижу, как двигается наша. Украина, Кривой Рог. Смотрите, как Украина активно участвует. Да, Несвеж, Беларусь. О, земляки. У меня мама белорусская. Так что я наполовину тоже белорусская. Москва, Борис, очень приятно. Так, ещё-ещё какие города у нас здесь? И давайте расскажите, какая сейчас у вас ситуация. Вот работает ли ваша интуиция в настоящем? Может быть, у кого-то она работала отлично когда-то, а потом замолчала? Или, может быть, как одна дама сказала, я перекрыла себе, я не понимала, что нужно делать с этим. И я просто вот закрыла. Я очень испугалась, и я думала, что я сошла с ума. Вторая моя косметолог, кстати, сказала, говорит, я тоже так испугалась, когда я стала вот прямо предсказывать какие-то ситуации в своей жизни. И я решила, что мне уже нужен психиатр, и хотела обращаться к врачу. Елена, вижу, Полтава, Украина. Ой, много украинцев здесь. Хорошо. Так. Напишите, какая сейчас у вас ситуация. Пользуетесь ли вы своей интуицией? Насколько вы ей доверяете? Или, может быть, у вас было какое-то стрессовое событие в вашей жизни, и она притупилась, эта интуиция? Лариса пишет, доверяю. Борис, редко. Борис пишет, было сильнейшее стрессовое событие. Было сильнейшее стрессовое событие. Галина, притупилась. Галина, доверяю. Замечательно. Борис, видимо, притупилась. Вы смотрите, как долго вы в стрессе находитесь? Борис написал, что сколько времени? Год, два, месяц, неделя. Сколько в стрессе находитесь? Один месяц. Ну, можно считать, что ваша стрессовая ситуация довольно-таки свежа. Естественно, очень много вашей энергии уходит именно на переживания, на эмоциональную нестабильность. Поэтому получается, что да, не очень хорошо управляете сейчас своей интуицией. А как вы думаете, что произойдёт, если вовремя не решать свои проблемы? Если вовремя не исправить эту ситуацию, да, стрессовую. Наверняка, ну, стрессы у нас у всех и часто, и с самого рождения бывает, да, рождение уже стресс. Поэтому, естественно, что мы живём в стрессах, да, но другое дело, есть стрессы, с которыми мы справляемся, а есть очень глубинные стрессы, да, это потеря близкого человека, это, может быть, развод, это переезд в другую страну, это, да, стрессовые ситуации, когда действительно травма остаётся надолго. И если её не проработать, происходят очень серьёзные последствия. Когда вы развиваете свою интуицию, вы избавляетесь от многих страхов, потому что вы можете проинтуичить. Следующее событие. Вы избавляетесь от неуверенности в завтрашнем дне. Вы избавляетесь от обид, от хронической усталости. Хроническая усталость – это сейчас уже признанный медиками диагноз, когда действительно человек в социуме очень много работает, а мы вынуждены сейчас много работать, чтобы выжить в этой ситуации. По сути, человек всегда выживает, но наши предки выживали намного хуже, чем мы. Вернее, худшие условия у них были намного, чем у нас. У нас есть квартира, тепло, нет войны, и, слава Богу, есть что покушать. Холодильник никогда не пустой. Поэтому, конечно, можно избавиться с помощью интуиции и от психосоматических болей, потому что вы избавляетесь от страхов. А страхи у нас всегда живут в теле. Это я вам как специалист по телесно-ориентированной терапии говорю, что действительно очень много заболеваний – это психосоматические. И от гнева и раздражения, когда вы знаете, что вас ждет завтра или через месяц, или какое событие у вас случится в этом году, то вы уже к нему готовитесь и морально, и физически в том числе. Итак, поставьте десяточку, кто уже занимается духовными практиками. Может быть, йога, цегунда, реки. Может быть, еще какими-то. Это для того, чтобы я понимала вообще, какая аудитория сейчас присутствует у меня на конференции. Вообще я благодарна устроителям конференции. Такой большой труд собрать людей, собрать, организовать комнату, которая, в общем-то, хорошо работает и хорошо ведет вещание, и нам удобно, и спикерам в том числе. Собрать спикеров – молодцы. Спасибо, большой низкий поклон. И Татьяне, и всем участникам конференции. Так, есть десяточка. Алла. И что, все, больше никто не занимается? Дмитрий, вижу, да. Ага, десяточка. Замечательно. Есть такое. Значит, вы уже как бы в теме немножко, да, вы понимаете, про что идет речь. Хорошо. И через минутку мы сделаем практику нашу первую на активацию интуиции. Так что, приготовьтесь морально. Почему правильно с самого начала начинает стартовать духовную практику? Потому что все зависит от того, кто ведет, что, о чем вас учат, чему рассказывают, кто рассказывают. От точности и скорости создания новых установок, потому что каждый тренер говорит вам новые установки. А вы их принимаете. И вы настраиваете свой мозг. Это, конечно, зависит от этого ваше физическое и психологическое здоровье. И, конечно же, наверняка вам на почту приходит очень много разных рассылок. Вы подписаны на разные рассылки, да, иногда вы их не читаете. Ну, что-то вы проходите. Разные фишки предлагают разные тренеры о том, как, не знаю, активировать чакры, как их прочистить, как заработать кучу денег, а как разобраться в своих проблемах. В принципе, если вы здесь находитесь, значит, вам тема развития интуиции интересна. Итак, практика. Приготовились. Поставьте плюсики, кто готов сделать активацию, медитацию на активацию. Она будет очень короткая, она будет длиться всего минуты. Это активация. Поэтому так, вижу плюсики. Лариса, Дмитрий. Вижу. Итак, сделайте глубокий вдох-выдох. Сядьте ровно. Галина, вижу плюсик. Позвоночник должен быть ровным. Дыхание ровное, спокойное. Лариса, вижу плюсик. Хорошо. Дыхание ровное, спокойное. Глаза можно прикрыть или закрыть и погрузиться в своё внутреннее состояние. Внимание у себя на середине лба. У себя на середине лба. Тело расслаблено. Повторите про себя три раза. Я разрешаю себе расслабиться. Я разрешаю себе расслабиться. Я разрешаю себе расслабиться. Внимание на шестой чакре. Тело расслаблено. Почувствуйте, как тёплая волна проходит по вашему телу. Она становится мягким. Не нужно никуда торопиться. Ничего делать. Внимание на шестой чакре. И произносите новую установку. Я, повторяйте за мной, активирую свою интуицию. Я доверяю своей интуиции. Я активирую свою интуицию. И посидите ещё. Понаблюдайте за своими ощущениями, что происходит в вашей голове, в теле. Может быть, какое-то движение. Может быть, расширение. Позвольте этим ощущениям быть в вашем теле. Ваш мозг даёт команду вашим способностям. Хорошо. Сделайте глубокий вдох-выдох. Вернитесь сюда в настоящее время. И напишите в чат, какие ощущения в теле, в голове у вас наблюдались. Что вы чувствовали. Может быть, тепло. Может быть, холод. Может быть, давление в середине лба. Хорошо. Напишите, что вы чувствовали. Тепло в теле. Лариса чувствовала. Что ещё? Как голова ваша? Теплота по телу. Лариса Стаценко. Галина наклонялась вперёд. Боль в висках. Ага, очень сильный поток. Пошёл Галина. И, возможно, ещё и блокировка. Виски – это да. Как раз отвечают за восприятие информации. Алла. Покой. Замечательно. Ага, хорошо. Это если кто делал. Да. Мы же не все делали. Угу. Ой, извините. Не туда. Сейчас немножко сориентируюсь. Вот хочу вам... Нашла отзыв. У меня их на сайте очень много. И, в принципе, каждый мой тренинг – это, как бы он ни назывался, это всё равно развитие способностей у человека. Я нашла вот такой отзыв от Галины, которая очень сложная такая домашняя ситуация. Но она пришла на тренинг и написала после тренинга вот такой отзыв. Хочу написать отзыв о тренинге. Это комплекс медитаций, проведённых нашим любимым руководителем. Так, своим волшебным голосом, мягким, она вводит в транс, после которого ты испытываешь чувство полного освобождения от ненужных воспоминаний и страхов. Ты с лёгкостью обрываешь все нити проблем и страхов, волновавших тебя долгое время, и отпускаешь их с миром. Всё ненужное уходит, и ты наполняешь себя другой чистой светлой энергией из Земли и из космоса. И наступает чувство обновления, очищения. Ты становишься совершенно другой, той, которой тебе хотелось быть раньше. Но как-то всё не получалось. И теперь все проблемы не кажутся тебе неразрешимыми. И ты видишь решение этих проблем иначе, ты чувствуешь, что стало другой, новой, с другими взглядами на свою жизнь. И тебе хочется жить и дышать полной грудью. Ну вот, вообще, когда вы работаете с профессиональным коучем, у вас возникает совершенно новое, комфортное, энергетически наполненное состояние, и открываются ваши потенциальные возможности. Потому что тренер с вами рядом всегда, он ведёт вас за руку. Я всегда говорю, что я очень ответственно отношусь к своей работе и отношусь к тем людям с благодарностью, которые мне доверяют и приходят ко мне на занятия. И я веду их за руку буквально. Мне очень важна личность человека. И сейчас переключу. Да, я вот подобрала несколько картинок, которые вот как помогает интуиция в нашей повседневной жизни. Надо ли встречаться с этим парнем, да, или бежать с этим обезоглядки. Ну вот из ботаников очень хорошие мужья получаются. Это действительно серьёзные, очень добрые люди, добросердечные люди. Они общаются с природой, они любят животных. И, конечно, лучше пусть он с книгами будет, да, и с детьми возится, чем человек, который любит гамбургеры и валяется на диване. Очень часто меня спрашивают, в каком месяце поехать в отпуск. Была такая ситуация. Одна молодая женщина сказала, говорит, мне любимый человек подарил путёвку в Египет. Я никогда не была в Египте. Это было много лет назад. Она говорит, стоит ли мне туда ехать. И одна, я как-то боюсь, это всё-таки восточная сторона. Она такая блондинка, белокожая, вся такая воздушная, томная. Ну, как и положено быть блондинком. И я посмотрела ситуацию, мне она очень не понравилась. Я говорю, вы знаете, может быть, вы не поедете, если вы не любите солнце, то зачем вам такое жаркое солнце? И знаете, куда-нибудь в Европу, там не так жарко. Она говорит, ну, в Европе сейчас прохладно. Это, не помню, была ранняя весна или осень. Ну, не помню. И она согласилась и поехала. После поездки приходит, говорит, Элина, вы не поверите. Я говорю, так намучилась. Это был не отпуск, это было мучение. Я устала, я так перенервничала в дороге, самолет задержали по каким-то причинам. Я приехала, пришла на пляж, я уснула. И, конечно же, обгорела. У меня была высокая температура, меня там спасали в битпункте. И, в общем, получилась вот эта не неделя отдыха, а неделя мучений. Поэтому, конечно, очень важно. Одно дело, когда вы развиваете свою интуицию, и к вам обращаются люди, а посмотрите, а подскажите, и вы выдаёте эту информацию, но вы не можете заставить их воспользоваться этой информацией. Человек сам принимает решение доверять этой информации или на русский авось. Авось обойдётся как-нибудь. Ну вот, не обошлось в этом случае. Интуиция очень хорошо помогает, когда вы выбираете профессию своему ребёнку или внуку. Очень же важно, кем он будет работать, как он будет зарабатывать себе на жизнь. Или же он будет учиться просто ради того, чтобы маме диплом положить на стол. Или же он будет действительно рад своей профессии, и он будет замечательным, я не знаю, юристом, инженером, конструктором. Поэтому здесь очень важно просмотреть судьбу своего ребёнка. Интуиция – это ваш инструмент, который всегда под рукой. Вам не нужно стоять в очереди к экстрасенсу. А скажите, а подскажите. Вы будете сами себе хозяин. И вы будете задавать сами себе вопросы и будете получать достоверный ответ. И, безусловно, интуиция помогает изменить финансовый потолок. Каким образом? Ну, во-первых, это дополнительный заработок. Человек, который видит намного больше, дальше, лучше, подробнее, безусловно, очень важен и полезен людям. А у нас неверующих очень много. Поэтому это вам дополнительный заработок. А посмотреть ваш бизнес новый, а посмотреть ваше дело, как оно сложится, какого человека привлечь, а нужен ли вам этот партнёр, или он вам совершенно будет безразличен, или он, более того, он вам кинет, не дай бог. Поэтому здесь очень важно. Вот в бизнесе интуиция очень важна. И замечательный такой внутренний взор или диагностика ауры. Если кто-то понимает в ауре, или просто давайте вот на вскрыту несколько фотографий, ауры людей, разных людей, скажите, какая фотография, какой цвет ауры вам больше всего нравится. Напишите. Или что вызывает доверие? Первая фотография. Да, Татьяна пишет. Так. Бирюзовая нравится, Дмитрий пишет. Ага. Синеголубая. Сиреневая. Валентина, Галина. Ага. Хорошо. Вот смотрите. Действительно, первая фотография, как читается, Малиновая, Елена, как читается цвет ауры. Вот первая фотография, где большая на всю фотографию, третья сверху, Лариса пишет. Третья сверху. Сейчас расскажу. Малиновая. Вот здесь говорит о том, что человек верующий, очень насыщенная, большая, сама по себе аура. Фотография не поместилась, да? И окантовка проглядывается синий и белый цвет. Это присутствие высших учителей в ауре. Так. Кто ещё написал сирене? Синя-голубая. Это синий-голубая. Это, наверное, вот бирюзовая, наверное, девушка, да? Вот бирюзовая и синяя у неё. Да, здесь тоже признак такого здоровья и развитого третьего глаза. Вот третья сверху фотография, она красная вокруг головы. Так, вижу. Первый, второй ряд. Да, это вот я только что сказала про синюю-бирюзовую. Вот третья фотография. Вот здесь я бы, конечно, насторожилась и подробнее диагностировала этого человека. У неё достаточно приятное лицо, у этой женщины, но у неё очень суженная сама аура. Более того, с правой стороны она имеет даже коричневый цвет. Красный цвет вокруг головы говорит об агрессивности, об агрессии у человека. Хотя вот если ниже, там есть зелёный, то есть есть сердечность, но по всей вероятности все мысли у этой женщины в голове, она не пользуется своими внутренними способностями, тем более интуиция, она точно не пользуется. Более того, я бы сказала, что у неё есть пробивка энергетическая с правой стороны. По всей вероятности, человек перенёс какой-то стресс, поэтому и агрессия вокруг головы находится. Вот так вот читается аура. Вот вторая фотография, где лица не видно, это мужчина сидит, и вокруг него, и вместо лица у него абсолютно белое пространство. И туда вверх, если посмотреть, то проглядываются некие даже леки. Это говорит о присутствии человека в его поле, высших существ. Человек наработал очень хорошие, высокие вибрации в своей энергетике. Ну, вот самая последняя нижняя фотография, где вроде и свет белый, да, вокруг женщины, желтоватый такой, беловатый, но она низкая, она очень маленькая, ограниченная. То есть здесь, я бы сказала, связь с… Есть творческие наклонности, но опять же, перенесённый стресс, и нету связи с космосом, с Богом. Очень низкая, маленькая, маленькая аура очень. Итак, вот так работает энергетика, наработанная ваша энергетика. Всего-то нужно расслабиться. Вот давайте попробуйте, поставьте руку перед собой, да, и посмотрите, расфокусированным взглядом посмотрите на свою руку, как она светится, и напишите мне, видите ли вы вокруг своей руки какой-то ореол, может быть, какое-то свечение или движение. Если рука идёт, то, может быть, от руки остаётся какой-то след. Напишите, не торопитесь, сделайте глубокий вдох-выдох, расслабьтесь. И расфокусированным взглядом, мы физическим взглядом смотрим на все предметы, а расфокусированным – это как бы вы задумались. Вот какой взгляд у вас, когда вы задумаетесь. Вот это и есть расфокусированное. Вы вроде смотрите, но куда-то вдаль или куда-то совершенно размытое такое. Вот есть? Получилось? Напишите, видите? Вижу лучи, исходящие из пальцев, Лариса пишет. Да, замечательно. Ага, ореол есть, Дмитрий пишет. Отлично. Так, даже если вы не видите, ничего страшного. Практика, практика. Всё приходит к нам с практикой. Да. Расслабиться. Вот потренируйтесь, посмотрите так вот на свои руки. Я вас уверяю, через 2-3 дня вы будете видеть, а то и раньше, будете видеть даже ауру предметов. Даже стола, табуретки, любого предмета. А уж деревья какие имеют красивое, свечение красивое. Да, это тренировка для визуализации. Для визуализации. Так. Вот по-английски написано, не знаю, ничего не вижу. Ну не страшно, да, это тренировка. Борис пишет, звезда засветилась. А звезда это где засветилась, интересно. Татьяна, вижу зелёный цвет вокруг пальцев. О, замечательно. Татьяна видит даже цвет своей ауры. Супер. Да, Галина, светлая аура. Алмуха. Ага, спасибо. Теперь буду понимать, как произносить ваше имя. Хорошо. Вот идём дальше. Что нас ждёт дальше? Хотите пробудить силы своего подсознания? Напишите слово «да». Ага. Напишите слово «да», и мы сделаем с вами упражнение на поиск предмета. Я же обещала поиграть с вами. Да, это всё развитие. Вот эти маленькие, такие нехитрые упражнения, они развивают. Визуализация. О, сколько, да, отлично. Наталья, Галина, Татьяна, Дмитрий, вижу, Елена, спасибо. Вот смотрите, в одну руку беру ластик, обычный ластик, и монетка. Если видите, ага, монетка. Ваша задача, не торопитесь, не пишите сразу ответ. Я в одной руке держу ластик, во второй руке монетка. Алмуха пишет, да, хочу, у меня интуиция есть, но я часто не слушаю её. Давайте потренируемся. Давайте. У нас же практический вебинар, вот мы и затренируемся. Вот у меня два одинаковых кулака. В одной руке один предмет, в другой другой предмет. Ещё раз рассказываю. Ваша задача, внимание на своей шестой чакре, то есть на середине лба, расслабленное состояние. И сейчас вы видите, что мои руки лежат на столе, два кулака, в одной лежит ластик, в другой монетка. Ваша задача почувствовать. Вспомните, как выглядит ластик. Все трогали его в руках. Это школьный предмет абсолютно. Так. А второй монетка, уж монету-то мы все держали, не единожды. Это металл. Да? Температура предмета, форма его. Почувствуйте. Вы можете принять такую же позу, как у меня, и положить два кулака на стол, чтобы почувствовать, в какой руке, какой предмет. В какой руке, какой предмет. что вы чувствуете? Почувствуйте в своей руке. Вы как бы через себя чувствуете мои руки. не нужно торопиться. Просто смотрите своим внутренним взором. Глаза закрыты. Настройтесь на внимание на своей шестой чакре. Так. Так. Хорошо. Еще. Еще какие ответы. Так. Есть. Вижу. Татьяна, Галина, Лариса, Наталья, Татьяна. Замечательно. Смотрите, какие вы молодцы, как хорошо настроились. Вот. Все правильно. В правый ластик, в левой монетка. Отлично. Все хорошо работает. Надо только довериться своей интуиции. Это ваш внутренний взор, ваше внутреннее состояние Замечательно. И теперь сделайте глубокий вдох-выдох, встряхните себя, да. И сейчас мы сделаем практическое упражнение на исследование своих способностей. Еще раз мы исследуем и в том числе сделаем закладку благосостояния. Ну куда же без денежек-то? Нам же нужны всем денежки, конечно же. Нам нужно инвестировать в себя, нам нужно вкладывать в себя. Замечательно. Глубокий вдох-выдох. Прислушайтесь к себе. Глаза можно прикрыть. Воздух наполнил ваши легкие, и они расширились. И они принимают этот воздух. Вы просто дышите и выполняете это действие каждое мгновение вашей жизни, не думая, что настанет такой момент, когда не хватит воздуха. Воздуха всегда хватает. Воздух всегда есть в мире. Солнце, тепло, красота природы достаточно для всех. Наша Земля-Матушка огромная планета, красивая, плодородная. И также обстоит дело со всеми с различными материальными ценностями. Земля-Матушка богата своими недрами. Если ваши действия, какие-то в вашей жизни, не приносят вам желаемых достойных результатов, измените характер деятельности либо направление, в котором вы сейчас идете. Выберите другой путь. Там, за закрытыми глазами, в расслабленном состоянии, когда не нужно никуда торопиться, не нужно сейчас ничего делать. Вам нужно просто исследовать, понаблюдать. Иногда лучше просто никуда не прорываться, а именно подождать подходящего момента. и только тогда принимать активные действия. И вот он, путь. Смотрите, это ваш новый путь. Может быть, это ваша новая деятельность. Посмотрите, какой характер деятельности. И вот он, на вашем пути, нужный момент возникает. Спросите у своей интуиции, когда этот момент наступит? Завтра? Через неделю? В каком месяце этого года? И задайте себе главный вопрос. Я иду в правильном направлении? И послушайте, что происходит в вашем теле. Какие ощущения, какие желания возникают? И через какое-то время появляется ощущение полученного ответа. Или, может быть, просто ощущение. Запомните эти ощущения. Хорошо. Сделайте глубокий вдох-выдох. Откройте глаза и напишите про свои ощущения. Получили ли вы ответ на свой вопрос? В правильном ли вы идёте направлении? По сути-то, настоящий источник благосостояния, он лежит гораздо глубже. Так. Возвращайтесь сюда, в этот чат и напишите. Какие ощущения? Промелькнувшая радость Галина пишет. Это сейчас важно в вашей жизни, Галина? На самом деле, достаток и удовлетворение нам всем приносит работа мозга. Потому что мозг — это идея, это озарение, это проекты. и всё ваше движение, тот путь, который вы прокладываете, это работа мозга, это ваш ум. А источником этих идей, проектов, конечно же, является интуиция. Вот вы сейчас получили такой инструмент, медитация, когда вы можете сесть, расслабиться и задать себе вопрос «В правильном направлении я иду?» «Когда мне предпринимать важное начинание, изменение?» Ну и потом, конечно, если вы убеждены, что действительно вы идёте в правильном направлении, тогда другие вопросы надо задавать. Вот вопросы чуть попозже я расскажу, как правильно задавать вопросы. Потому что если вы хотите изменить свою жизнь, то, конечно, вам придётся научиться пользоваться интуицией. Я бы не сказала, что это легко, но я не скажу, что это тяжело или сложно. Есть у каждого интуита свой способ работы с интуицией. Вот да, нужна практика. И практиковаться нужно везде и всегда. И очень важно правильно ещё и расшифровывать послание, которое вы получаете. Так. Галина написала, «Да, это то, чем я планирую заниматься». Замечательно, вы получили уже «Берег моря, ярко-голубое небо с белыми небольшими облаками, ощущение лёгкое». Замечательно. Но «Берег моря» это вот как-то к отпуску больше подходит. Да. Так. Хорошо. Хорошо. Вот некоторые создают как-то особый ритуал происходит. Может быть, и он будет помогать вам в работе. Вы же всегда должны создать некое пространство вокруг себя. У меня тоже есть определённые секреты в своей работе. Но этими секретами я делюсь только на персональном коучинге, на личном коучинге. Потому что человек, который приходит в персональную работу, он сильно замотивирован. У него дальние цели, он настроен на глубинное познание своих возможностей. И после такой работы человек действительно проработанный выходит. Он выходит с такими же способностями, как у меня. То есть я передаю свои знания, но я и отслеживаю, как он выполняет все мои рекомендации. Потому что мне совершенно не безразлично, кого я в мир отпускаю, мне важно знать, что он только во благо эти свои умения использует. Вот индивидуальная работа, она построена на личных особенностях студента. Здесь очень важно всё, что помогает концентрации и глубокому проникновению в подсознательную часть. Помните, фильмы наверняка смотрели, да, и всегда окутывают каким-то ореолом таинственности, магии какой-то всех экстрасенсов, да, их называют магами, гадалки, они полумрак, свечи, аромокурительницы, да, и определённые какие-то предметы. Кому-то это помогает сосредоточиться, мне нет. Чем меньше вокруг меня предметов различных, тем лучше. Есть у меня, конечно, какие-то определённые талисманы, да, вот у меня здесь стоит такая пирамидка шунгита, безусловно, она очищает пространство, потому что очень много приходится работать и с людьми, у которых и травмы очень сильные, стрессовые ситуации, много негатива, поэтому, естественно, нужно всё время чистить себя и содержать в чистоте и в свете. Поэтому вы сами, когда начинаете работать, когда вам, вы определяете, когда вам лучше работать, вечером или утром делать медитацию, да, и даёте себе какие-то определённые предметы, амулеты, которые помогают, поддерживают. Вот некоторые хорошо читают с закрытыми глазами, потому что всё окружение, оно, в общем-то, иногда отвлекает от звуки, смех, шум посторонний, очень многих отвлекает. Меня уже ничто не отвлекает, потому что здесь уже как бы развита интуиция так, как будто вот я смотрю и тут всё спокойно с этим. То есть из каких-то мелочей, как приятности вы создаёте себе вот этот вот интуитивный стиль, неповторимый, он личный ваш будет. Он и так, да, пространство, спокойное состояние и как правильно задавать вопросы своей интуиции. У меня была студентка, которая всё время жаловалась на нехватку времени. Я спросила, сколько ты едешь до работы? 20 минут на метро и 20 минут на трамвае. Я говорю, прекрасно, у тебя есть время для медитации, для расслабления и чтобы задать вопрос и ещё получить ответ. И ещё останется время на осознание полученного ответа. и она говорит, да, действительно, через неделю звонит мне. Ты знаешь, я решила вот два своих главных вопроса. Долго спрашивала, долго думала, надо мне или не надо мне выходить замуж в 50 лет. И вопрос, за кого? Я вам скажу, это она меня спрашивала в прошлом году и 27 сентября она официально вышла замуж. Так что я была за неё очень рада. И теперь хотите принимать правильное решение так же, как моя студентка? Напишите «Да». И я вам расскажу алгоритм действий для развития интуиции. «Да». «Да». Пошли слово «Да». Отлично. И алгоритм. Запишите себе. Дмитрий вижу «Да». Наталья «Да». Валентина «Да». Отлично. Запишите. Первое. Создание условий для расслабления. Это то, о чём я только что сказала. Ваше пространство, в котором вы будете работать. Ваше пространство, в котором чувствовать будете комфорт. Ваши какие-то предметы, которые будут давать вам силу и очищение и помогать вам. Это как бы ваши предметы, которые будут вас заземлять, чтобы не улетели далеко. Концентрация внимания на предмете. Здесь практика, здесь тренировка. На предмете на каком? Это может быть точка на стене, это может быть огонь в свече, это может быть любой предмет, я не знаю, стакан воды. Третье действие, которое вы должны правильно делать, это правильная постановка вопроса. Опять сейчас будем разбирать это. Как правильно спрашивать свою интуицию? потому что тоже была ситуация, кто-то у меня спросил, смогу ли я сделать что-то? Вот постановка самого вопроса, не помню точно, не так давно. Смогу ли я сделать что-то? Я говорю, да, сможешь. Потом приходит, говорит, а я сделал, а не получилось. Результат не тот. Так вопрос, в чём был? Какой вопрос, такой ответ интуиция? Правильная постановка вопроса. Четвёртый пункт, попадание в нужный канал информации. О, здесь очень интересное событие. И здесь, конечно, на первых порах вам нужен проводник, вам нужен тренер, который действительно за руку проведёт вас и поставит в нужный канал. Почему? Потому что канал информационных у нас великое множество. а надо попасть в нужный. Как разгадать тот или не тот канал? А потом, когда вы развиваете интуицию, у вас включается видение тонкого плана. Вы видите то, что не видят физические зрения. Вы видите внутренним гораздо большее пространство и оно безграничное. и конечно интуиция с нами обращается общается метафорами, загадками. здесь очень правильно нужно расшифровывать. Фанир пишет да, Галина да, вижу да. Как правильно разгадывать? Здесь тоже нужно пояснение, потому что иногда там внутри себя вы видите может быть море, может быть солнце, да, а вопрос у вас стоял какой деятельностью я должен заниматься? А вы видите море, солнце и гамак на даче. Так эта интуиция говорит, слушай, дорогой, тебе отдохнуть надо, а не работать. Понимаете? Иногда еще показывают сказочных героев, Добрыни Никитича, Василису Премудрую или животное какое-то. Здесь тоже надо правильно понимать. Поэтому очень важно постоянно тренироваться, постоянно тренироваться. И да, это несколько картинок, да, еще раз напоминалка такая, очищение головы от мысленного хлама. Запомните, что только в тишине приходит настоящая правильная информация, когда в голове нет никаких мыслей. Поэтому отправляйте все свои мысли, пусть они улетают, как мыльные пузыри. и какие пять основных чувств важны. Мы рождаемся и у нас что, начинают мамочки развивать своих детей, проверяют слух, проверяют зрение погремушками, предметами какими-то перед лицом машут. Как ребёнок реагирует. И постепенно всё время нас научают. Развивается слух, физический слух, зрение физическое развивается, вкус, обоняние. Нам дают пищу какую-то. Либо ребёнок выплёвывает, либо он её принимает. То есть эти все пять чувств, они действительно мы познаём окружающий мир. Но мамочки не учат внутреннему взгляду. внутреннему ощущению. Если мамочка сама интуитивная, то с генетикой ребёнок получает эти качества. Но если она не развивает эти качества, если она об этом не говорит никак, а наоборот, когда ребёнок сочиняет, а вспомните своих детей, как они придумывали какие-то истории, как они изображали каких-то воинов. безусловно, иногда мы говорили, да, это фантазия, да, это придумки. Слушайте, в этих фантазиях рождаются сценарии фильмов. Сейчас мы видим столько много фильмов и борются с потусторонним миром, и есть люди-боги, которым всё подвластно и так далее. Откуда это берётся? Конечно, это берётся изнутри, из базы данных бессознательного Вселенной. А куда, кто туда положил эту информацию? Конечно, это наш мозг туда положил. Это мы придумали, наш опыт, поэтому это очень важно. И почувствуй себя шпионом. Вот такая игра с игрой можете поиграть своими детьми, любимыми, с мужьями, со своими внуками. Помните, в детстве мы прятали какой-то маленький предмет в комнате и искали тепло-холодно, тепло-холодно. Я обожала эту игру, потому что сначала подсказка, а потом я всё время говорила, не подсказывайте, не подсказывайте, мне хотелось найти самой. И вот она развивалась интуиция с детства. Я всё время чувствовала, что я же слышу какие-то звуки, которых нету здесь. Я вижу какие-то предметы, которые в общем-то нету в комнате. Поэтому мне это было интересно, это была игра для меня. Но маме до конца я не могла признаться, мама всегда говорила, не придумывай, не выдумывай. Это советское воспитание, это нормально абсолютно для того времени. поэтому играйте в эту игру, пусть ваши близкие прячут какой-то предмет, а вы стараетесь найти этот предмет. Но вот сегодня некоторые правильно ответили, в какой руке какой предмет, потому что была правильная настройка на канал информации. Запомнили это ощущение и пользуйтесь этим ощущением. замечательно. Так, и еще раз, постоянно тренируйтесь. Это действительно игра, это не что-то нудное занудное. Используйте любую возможность, чтобы проверить свою интуицию. Звонит вам кто-то по телефону, прежде чем схватить трубку и посмотреть на экран своего телефона, сосредоточьте внимание на середине лба и проверьте свою интуицию. угадаете вы или не угадаете, да? Это же как мышца, ее все время нужно тренировать. Теперь вот самое главное, как задавать вопросы. Вот допустим, я ваша интуиция, задайте мне вопрос. Надо развивать дар прозрения, потому что развивая дар прозрения, вы сможете управлять своими эмоциями, своими поступками, своими деньгами. разве не к этому вы стремитесь? Так, задайте мне вопрос, давайте потренируемся, как правильно задавать вопрос своей интуиции. Галина пишет, а может логика сработала? Ну, может быть и логика, это только вы можете определить, логика сработала или интуиция. Это я поняла, что предмет, в какой руке какой предмет. задает. как задавать правильно вопрос интуиции? Напишите, что бы вы хотели спросить у своей интуиции? Я поняла, Галина, да? Как отличить где логика, где интуиция? А это только тренировка. Чем больше вы спрашиваете свою интуицию, тем у вас вырабатывается понимание. Вы же получаете сразу же ответ из окружающего мира. А потом по своему состоянию вы определяете правильно или неправильно. На тренинге я даю еще несколько фишек подсказка через тело с маятниками там можно проверять правильно или неправильно. Но самое важное, если вы все-таки хотите развить интуицию, лучше всего, чтобы это были не предметы, а действительно ваше собственное либо тело, либо голова. Но голова не мозг как таковой, хотя в принципе все у нас это работа мозга. И там есть некая грань. И вот эту грань вы только для себя можете определить, где правильно, где неправильно. Потому что когда ответ правильный от интуиции приходит, у вас внутри естественное состояние, да, конечно, я же это знал, я же действительно об этом думал. А если логик, то вы можете сомневаться, кстати. Мозг он такой, он может туда-сюда еще как качели раскачиваться. Так, Аля пишет, долго ли я буду жить? Галина, стоит ли менять место работы? Вот, ну, хорошо, Наталья, правильно ли для меня с учетом, правильно ли для меня с учетом того, что я знаю или не знаю? Ага, Каша масляная. Так, вот смотрите, Аля, долго ли я буду жить? Ваша интуиция на этот вопрос может ответить долго. Вот, понятия долго для интуиции или коротко, или кратко нету, здесь надо давать более четкие, более четко давать, задавать вопрос. А потом, зачем вам знать, долго ли вы будете жить? Вот этот вопрос я даже сама себе не задаю. То есть, у меня есть как бы определенное ощущение, сколько я проживу на свете. Более того, мне не нравится эта цифра, и я стараюсь ее продлить. Уже лет пять себе прибавила. Поэтому вот здесь вопрос, смотрите, да, у меня есть ощущение, то есть, моя интуиция мне говорит, что если ты хочешь сделать еще что-то на этом свете, полезного, доброго, тогда тебе нужно еще время. и ты своим мозгом, я, вернее, своим мозгом начинаю это продлевать, это делать. Я задаю новые установки, я более тщательно слежу за своим здоровьем, я получаю от интуиции новые методы или новые инструменты для того, чтобы продлить себе свой век. Стоит ли менять место работы? Вот здесь вот на это, но интуиция может сказать да или нет, как бы однозначно. И тогда вот этот ваш вопрос, стоит ли менять место работы, действительно нужно уточнять, уточняющие вопросы потом нужно задавать. Поэтому может быть для интуиции нужно сказать будет ли для меня полезным изменить сейчас место работы? Всегда можно задавать дальше вопросы. Когда переходить на другую работу? Какую пользу? Получу ли я пользу на новом месте работе? Какая у меня будет зарплату? И так далее. Наталья, правильно ли для меня с учётом того, что я знаю или не знаю? Вот это вообще непонятно, про что этот вопрос и как интуиция, да, знаете, как в фильме когда корову там в самолёте перевозили, жить захочешь, не так раскорячишься. Интуиция точно так же вот раскорячилась, она не знает куда смотреть, куда что показывать и на что отвечать. Поэтому здесь более конкретно нужно создавать стоит ли сменить место жительства? Опять же на это можно сказать, Дмитрий, да, интуиция может сказать, стоит или не стоит, да или нет, какое место, да, куда вы хотите переехать? Вот здесь более точнее надо спрашивать, более конкретно, да, стоит ли мне переехать, допустим, в Германию, или стоит переехать в Москву или еще куда-то, да, вот здесь да, здесь будет более конкретный ответ. Фанер, куда вложить накопленные пенсионные деньги, может быть, на биткоины, криптовалюты? Ну, здесь вот без интуиции я вам скажу, ерундой не надо страдать, ни биткоины, ни криптовалюты, все это развалится в скором времени. Вложить накопленные пенсионные деньги обязательно нужно, вам нужно их приумножить, потому что они могут в нашей стране либо сгореть, либо еще что-нибудь там с ними случится. Поэтому здесь нужно изучить сначала, получить своим умом информацию, да, какие есть способы вложения вложения только тогда уже начинает задавать интуиция вопроса. Куда? В ценные бумаги, в недвижимость. Вот это как-то более понятно, да, там, не знаю, золото или еще что-то. Так, чат побежал, подождите не так быстро. Наталья, что должна сделать, чтобы вернуть деньги от Сергея В., когда это произойдет? Вот два вопроса сразу, да, что я должна сделать и когда это произойдет? Поэтому для интуиции нужно задавать отдельно. Сначала вы задаете первый вопрос, получаете ответ, только потом вы задаете второй вопрос и получаете ответ. Это будет правильно. Когда это произойдет, это вот здесь я более точный вопрос задала, когда это произойдет? Это произойдет в этом месяце или в этом году или через два месяца или назовите конкретно в июне, в мае. Выводин Олег, стоит ли мне дальше заниматься физиогномикой? Стоит сказала бы интуиция. Вот вопрос смотрите, Олег, здесь я бы поставила так вопрос. принесет ли мне занятие физиогномикой доход или какую пользу принесут мне занятие физиогномикой? Или может быть вы хотите развить себя и считывать людей по вербальным и невербальным каким-то качествам, знаком. человеком? Стоит ли заняться новым бизнесом? Никогда не ставьте вопрос со слова «стоит ли мне заниматься?» это говорит о том, что вы не готовы к изменениям в своей жизни. Человек, который готов к изменениям в своей жизни, он будет более конкретно задавать вопрос. Посмотрите, если я хочу изменить место работы, у меня есть профессия, я её очень люблю, я в ней уже профи, и тогда я заинтересованный человек. Ну, я к примеру говорю, тогда мой вопрос будет стоять так. Когда мне лучше всего начать поиски работы? В каком месяце? Это первый вопрос. Когда я получаю вопрос, значит, уже какая-то степень готовности. В какой части города находится моё место работы? Это второй. Да? И я получаю ответ. Вот, замечательно у Натальи. Принесёт ли мне доход занятие рунами? Отличный вопрос. Вот здесь вот замечательно можно получить и очень хороший метафорический ответ от своей интуиции. Борис говорит, найду ли я работу в этом месяце? Супер! Тоже хороший вопрос. Молодцы! Ольга, сделает ли меня счастливой переезд в другую страну? Тоже хороший вопрос. Но вы знаете, здесь есть тоже нужно уточняющие факторы вот в этом вопросе. Вспомнила сейчас очень интересное событие. Несколько лет назад моя очень хорошая подруга, коллега, она видящая женщина и спросила, посмотри, пожалуйста, в какую страну я поеду. Я смотрю, говорю, вижу какие-то восточные строения, пагоды. Далеко собралась, он говорит, еще никуда не собралась. Но предчувствие есть, что поеду. Я говорю, в восточную страну. Пагода, ну что у нас пагода? Китай, Япония. Говорю, Китай, наверное. Как-то, ну люди, вижу, людей видела, больше на китайцев они похожи. Сколько лет я там пробуду? Был второй вопрос. Я говорю, четыре года. Ты там пробудешь, будет все хорошо, тебе очень понравится, у тебя такой подъем будет, приобретешь много новых знаний. Потом надо тебе уезжать. Мы с ней общались, переписывались. Она действительно уехала через несколько месяцев в Китай и пробыла она там шесть лет. Но последние два года она была просто на грани жизни и смерти. Она так тяжело заболела, и она очень долго лечилась, и ей приходилось действительно очень много денег потратить в том числе на лечение. И поэтому она не могла выехать оттуда. Естественно, доходы упали, было как-то себя поддерживать, и поэтому очень сложно было ей оттуда выехать. Поэтому смотрите, слушайте интуицию. Если бы она задала следующий вопрос, да, почему мне надо уехать через четыре года, но она не задала этот вопрос, а я естественно не имею права смотреть. Зачем мне чужая информация, на которую меня, или про которую меня не спрашивали? Так, Борис, найду ли я работу в этом месяце? Да, хороший вопрос. Замечательно. Борис, еще долго. Ну, Борис, вы можете, да, у меня подарок предполагается в конце, да, вы можете им воспользоваться, и тогда можем посмотреть с вами, да, более подробно в индивидуальном порядке, если хотите. Как услышать ответ интуиции? Я говорила, интуиция с нами общается метафорами, картинками. Об этом вот мы как раз и развиваем дар прозрения на программе, о которой сейчас я немножко расскажу. Давайте, кто поставьте плюсики, кто хочет развить свою интуицию, дар прозрения получить. вы действительно найдете у себя массу скрытых сил, способностей, когда начнете развивать дар прозрения. И я обещаю, что я вас проведу за руку в этом бездонном море информации. Я помогу вам активировать вашу интуицию, я расскажу о технике безопасности, я помогу открыть новые возможности. И сейчас я отключу видео отзыв своей ученицы, которая тоже очень серьезные такие испытания прошла. Да, вижу, замечательно. И где у нас включается видео отзыв? Я в первом раз на тренинг. После первого тренинга, когда я вернулась в машину, сделайте погруче. У меня в общем пять лет тому назад, четыре года тому назад, было на тот момент, я разбилась и потеряла, разбилась на машине и потеряла кучу своих физических каких-то способностей, эмоциональных тоже. И когда я в том году вернулась после тренинга, все мои подружки сказались, к нам вернулась наша прежняя летка, которая была до аварии. То есть все мои эмоции, которые были в аварии утеряны, они после тренинга вашего, они все восстановились. И эмоционально как бы вернулся тот человек, который разбился четыре года назад. Поэтому в эту поездку я не задумываясь ехала с удовольствием, с большим подъемом, чем в ту, потому что я понимаю, верю и ни секунду не сомневаюсь, что я мало того, что восстанавливаю многие свои функции, я еще приобрету новые функции. Поэтому даже вот здесь пока и самое главное понимаешь, что все приходит не столько здесь, сколько потом на сознании, на подсознании, потом, когда ты ходишь в Москве, работаешь, живешь, и многое все всплывает, что для тебя дал этот тренинг. Я знаю, что этот тренинг даст снова энергию жизни, и он дает возможность жить, дает силы и энергии, и, как ни странно, еще и здоровье. Поэтому я поехала во второй тренинг, я поеду в третий, в четвертый и приглашаю всех с нами. Ребята, это здорово. Вот, я хочу сказать, что изменения, которые мы в нас произошли во время этого тренинга, они нас изменили навсегда. То есть мы приобрели что-то в себе новое, то, что в нас теперь остается. Я весь год прожила с новыми качествами, и сейчас я приехала на второй тренинг получить еще новые качества. И еще я хочу сказать про эти тренинги, что действительно безумно насыщенные дни. Неделя пролетела как пять минут. Рано встаем, поздно ложимся, может быть, даже не успеваем отдохнуть, но эмоции, которые мы получаем, настолько насыщенно проходят дни. Мало того, что они проходят красиво, мы каждый день видим новые места, как туристы. На базе этих туристических мест мы еще получаем уроки, которые с нами Элина занимается. И огромная, Элин, благодарность, то, что вы нам столько уделяете энергии. Я иной раз удивляюсь, как вас хватает вообще на нас, потому что я иногда смотрю, я бы просто порвала бы, как грелку бы, а у вас хватает энергии, терпения всех нас выслушать, не разозлиться и каждому из нас помочь. И ваша помощь реально очень сильна. Вы сильный экстрасенс, я не знаю, что еще, но у вас безумное количество силы, которую вы нам передаете. Нам действительно после вас легче жить и все получается. И по сравнению с тем годом, я еще хочу сказать, может быть, это женщин только касается, но вот когда после 50 у нас начинается угасание энергии, медики это называют деменцией, мы это называем угасанием, заканчиваются жизненные силы, не хочется это, не хочется то. Так вот, после тренинга хочется все. Поэтому как бы я прям низкий поклон вам за вот это все. итак, мы продолжим с вами. Сейчас я вам расскажу про тренинг. У нас уже время, да, заканчивается. Значит, коучинговая программа, которую я вам сейчас предлагаю. Извините, что не на все ответила, может быть, вопросы, потому что время поджимает, у нас задержка небольшая происходит. Значит, коучинговая программа по развитию интуиции, она рассчитана на три месяца. Занятие раз в неделю. Разбита программа на три блока. И программа, значит, что она включает? Биоэнергетика, да, мы измеряем свое биополе, мы управляем энергопотоками, учимся управлять. Очищение энергетических каналов, подпитка, защита — это все те методы, которые необходимы нам в жизни. Это не просто слова, это действие. Я практик, вы почувствовали, да, мы все время что-то с вами тренировались, сегодня активировали, раскачивали свою интуицию, вы проверяли свои способности. И точно так же программа курса нацелена на то, чтобы вы как можно быстрее, больше, глубже раскачали свои способности. Научились медитировать, медитация на развитие интуиции, активация интуиции, чакральная система. Если кто не знает, как чистить, раскручивать, как брать энергию, астрал-астральное путешествие, насколько это вредно или полезно, как это делать, биолокация, видение ауры, использование, диагностика по цвету, ауры по форме, маятник, рамка, поиск аномальных зон, у себя в квартире, как правильно почистить свое помещение, как поставить защиту на себя и на свое помещение, просмотр внутренних органов, чтение мыслей, телепатия, как правильно посылать мысли, передавать мысли своим родным и близким, и получать также информацию, считывать по фотографиям, получение информации о своих прошлых воплощениях, это уже последнее для продвинутых, в каких-то ключевых моментах, если нужно решить очень важную задачу, и как изменить свое будущее, как изменить свое прошлое, чтобы изменилось свое будущее, и знакомство с духовным наставником, это вообще высший пилотаж. Итак, первый блок, в этом блоке вы узнаете степень активности и пользование своей интуиции. Вы выявите психосоматику, психологические проблемы, зажимы, блоки, барьеры, которые мешают вам развивать вашу интуицию, мешают плохо ее услышать, мешают доверять интуиции. Уточним личные пожелания, потому что каждый человек на результат нацелен. Вот ваш результат мы прописываем полностью на первом занятии, ваш запрос и какой результат вы хотите получить. И планомерно к этому будем двигаться. Техника безопасности, я говорила, я даю на первом занятии, нужно понимать, что и как делать, как себя защитить, чтобы не влезть, не дай Бог, не тот канал, который нужно, и потом долго оттуда выгребать себя. Мы разберем подходы, техники, лайфхаки, инструменты и критерии, которые помогут вам легко войти в состояние ясновидения. Вы научитесь легко входить в особое состояние сознания и узнаете, как с помощью чакр энергии стихии можно управлять телом и пространством. И результат после первого блога, который вы получите, это действительно будет уже четкое, ясное понимание своих способностей, как ими управлять, что можно делать в повседневной жизни. А вот вы сегодня вопросы задавали, стоит ли менять работу, нужно ли менять работу, какую работу выбрать, или как улучшить своё здоровье, чтобы оно стало сильнее, чтобы продлить свою жизнь и так далее. И избавитесь, наконец, от сомнений, достоверности, получения своих ответов. И второй блок. Это в этом блоке вы узнаете, куда уходит ценная энергия, на что она уходит, на что вы лично тратите свою ценную энергию, жизненную силу, как правильно её распределять, как правильно её накапливать, в чём ваша личная сила. Вы научитесь пользоваться маятниками, как проверочным инструментом, более того, дающим инструментом, как пользоваться собственным телом. И он тело никогда не обманывает. Вы научитесь видеть ауру, и это тоже вам будет помогать управлять своей энергией. Вы научитесь её сохранять, латать и лелеять, и делать сильнее, концентрирование в свою энергию. Вы получите навыки в поиске пропавших предметов и людей. И как результат, на который мы все нацелены, конечно же, вы начнёте пользоваться вот этой концентрированной силой. Я вам скажу, что иногда даже хватает только мысль. Туда послал, сделал некие движения рукой, и уже человек получил насыщенный комочек энергии и говорит, да, мне легче стало. Поэтому, да, нужно управлять событиями в своей жизни и помогать людям и в оздоровлении, и в поиске предметов людей, в поиске работы, страны, счастья, спутника жизни. И бонус по второму, кто проходит второй блок, даётся бонус. Это запись живого тренинга, энергетические практики, состоит из двух частей. Вот постановка цели, это вам будет в помощь как раз. Это как правильно ставить свою цель. И вторая часть – работа с фантомом. Иногда с фантомом очень даже удобно работать человеческим, чем вот с самим человеком. Особенно если это родственник, да, и он находится очень далеко. Мои родители живут за тысячу километров, и мне приходится иногда им помогать. Ну, сейчас есть скайп, сейчас есть уже и связь совсем другая. Но когда этого не было, да, я прям ставила фантом рядом и начинала работать с мамой. И она тут же мне писала, что да, мне легче, да, мне намного лучше. Так, и третий блок – передача мыслей на расстояние. Также чувств, эмоций, желаний, установок другому человеку и читать фотографию, читать лица и энергетику, и судьбу, как открытую книгу. Вот недавно у меня заканчивает уже поучинг, тоже в трехмесячную работу пришел молодой человек из Петропавловска, ему 35 лет. И так он меня через месяц, да, он уже стал буквально считывать все фотографии незнакомых людей я ему присылала, для него незнакомых, да. И он мне прямо вот судьбу даже рассказывал, отношение к жизни человека считывал. Поэтому меня это очень порадовало, как результаты и моей работы в том числе. Так, получение информации о своих прошлых воплощениях, о каких-то ключевых моментах, да, знакомство с духовным наставником. И как результат вы получите способность помогать и своим родственникам, и друзьям, избавлять их от вредных привычек, найти спутника жизни, партнера по бизнесу. И многие эмоционально-психологические проблемы уйдут, исчезнут навсегда у вас, и вы улучшите свое состояние, вы получите волшебный метод, свою интуицию, дар прозрения, и в вашей жизни совершенно будет протекать по-другому, более энергично. И даже если вы находитесь на пенсии, она не будет так рутинно скучна, а вы захотите двигаться. Более того, я вам скажу, я каждый год провожу выездные тренинги. Вот эта Лена, которую вы сейчас слушали, да, эта человек, она предприниматель, но пенсия ей совсем как бы не к лицу и неинтересна, и человек в активной деятельности, и единственное, что она говорила, да, после аварии я даже не знала, что это называется депрессия. Я просто не понимала, почему я не хочу встать с постели. Я вставала в постели 4 часа дня, ехала на работу, а то не ехала по телефону, решала все свои вопросы, и мне хотелось уже вернуться бегом домой, опять в свою кроватку. И потом через 4 года я только поняла, что что-то со мной не так происходит, и стала искать пути выхода. И вот она попала на меня, она меня нашла и стала со мной ездить. И я вам скажу, уже 4 года она со мной ездит, каждый год выездные тренинги, где мы развиваем свои способности, активизируем, потому что ничто так не активизирует способности, как общение с природой. И в моей группе основные участники – это действительно зрелые люди, для которых ничто не страшно. Поэтому приходите в коучинговую программу, я набираю мини-группу, там совсем будет мало людей, мне важно, чтобы вы получали обратную связь. Я хочу вас всех слышать, видеть, чувствовать и давать вам обратную связь, и действительно вас поднимать на совершенно другой новый уровень. Так, Галина, посмотрите в YouTube-вебинар Александра Страник, как быстрее с ней было. А, это не мне, да, понятно. Так, ссылки Татьяна дает на оплату, можно платить каждый блок отдельно. И бонус, еще один бонус, это модуль 2, ну вот здесь вот описка просто, да, здесь запись тренинга дается, место силы в вашем доме, и плюс еще вебинар, здесь двойной, сдвоенный, смотрите, он стоит 6900, но я вам его дарю. Здесь много всяких способов, как очистить свое помещение, как его защитить. Более того, если у вас не продается, допустим, какая-то квартира, вот не так давно звонила мне женщина, говорила, квартира в Таллине, 2 года не продается, что нужно сделать? Вот я и рассказала, что нужно сделать, сейчас посмотрим, какой будет результат. И, ну, продаться однозначно, потому что тут не так давно в Москве продавали квартиру, новостройку совершенно, но она с большой площадью, 15 миллионов стоила. Выставили цену 13, по-моему. Я посмотрела, говорю, вы знаете, вы продадите за 15, так что повышайте стоимость своей квартиры и продавайте. Только нужно сделать вот тут, то-то и то-то. И все, квартира ушла действительно за 15,500. Поэтому вот все замечательно, все работает. У меня для вас специальное предложение. Первый блок только для тех, кто сегодня присутствует. Не 10,000, а за 3,900. Всего лишь отдаю 2 недели работы за 3,900. Второй блок 7,900 вместо 15,000. И третий блок вместо 20,000 отдаю за 11,900. Всего со скидкой у вас получается не 45, да, тут получается, не 45, а 23,700. Хорошее предложение. Отличное предложение. Конечно. И второй способ для тех, кто хочет один на один с наставником, получить самые секретные фишки. Вот эти все три блока вы можете пройти за один месяц, там мы не торопясь, вдумчиво, с практиками, с тренировками. Здесь вы просто погружаетесь в единое пространство со мной и за месяц получаете все фишки от меня лично. И еще месяц даю вам сопровождение и допуск групповым чатом. То есть у нас будет создана закрытая группа для мини-тренинга. Мы будем там все очень внимательно это муссировать. Нам же нужно стать волшебниками. Дар прозрения, он просто так никак не откроется. Надо практиковаться. Поэтому вот мини-группа, совсем мало людей, там до 8 человек всего набираю, чтобы было приятно общаться. Поэтому если один на один, то вот еще вам одно предложение. Вместо 47,035 за месяц и месяц сопровождения. По сути, два месяца работы со мной один на один. Это вообще самое дешевое, самое предложение, ну, с большой, огромной скидкой только на этом тренинге. Вообще вы знаете, что индивидуальная работа стоит очень дорого. 100 тысяч – это самая минимальная оплата. Итак, дорогие мои, нажимайте на кнопку. Не думайте. Остался вот для подарок для тех, кто досидел до конца. 20 минут личной консультации. Записывайтесь к Татьяне, она даст мои координаты. Интуиция в действии. Зададите свой важный, главный вопрос. 20 минут личной консультации я вам уделяю только для первых трёх участников. И мы с вами тогда сейчас будем завершать это всё. Так, программу я вам рассказала. Мы потренировались замечательно сегодня. Остались у вас вопросы? Давайте задавайте вопросы, какие ещё вы хотите уточнить. Потому что это предложение действительно подойдёт всем. Всем тем, кто хочет повысить и свою значимость, и свою личность развить, сделать из себя эксперта, и получить дополнительный заработок. Потому что не все люди, видящие, если вы начнёте, будете обладать даром прозрения, то, естественно, вы можете и использовать это как дополнительный заработок. Не только если ваши притязания будут в свете, что называется, во благо человека. Новые возможности получите, влияние и на свою жизнь, и на окружение. Как мы влияем на окружение? Конечно, мы меняемся сами, меняется наше окружение с положительной точки зрения. И, наконец, себе позволить всё то, что хотелось позволить. Да, хватит уже жить. В другой раз откладывать куда-то на потом. Да. С другой стороны, посчитайте, сколько вы уже потеряли денег, сколько вы всё время откладываете что-то, а не сейчас, а сейчас у меня нет денег. Да, глупости денег никогда не хватает на то, что, в общем-то, важно в вашей жизни. Чем больше вы откладываете, тем дольше остаётесь в этой серой рутинной жизни и не можете себе ничего позорить. И в результате что? Теряете годы. Зачем продлевать годы, если вы ничего не делаете, не используете это драгоценное время себе во благо, не инвестируете в себя. Ведь время — это единственный ресурс, который невозможно вернуть, невозможно восполнить его. Нажимайте на ссылку, выберите для себя вариант участия на первый блок, хотя вы пройдите первый блок, дальше вы будете потом принимать решение, пойдёте вы дальше или нет. А может быть, вы захотите сначала поучиться, потом повариться в этом, а потом дальше идти. Такое тоже может быть. У каждого своя скорость. Кто-то за месяц хочет всё получить, а кому-то первый блок может за месяц пойти. Всё может быть. И не думайте, что нужен талант особый какой-то, да, или способности. Нет. Талант нужен, структурировать свою жизнь. Вот талант нужен. Дар прозрения заложен в каждом человеке. Вот вопрос в том, насколько вы хотите, готовы развивать те способности, которые у вас есть лично. Ну и, конечно же, хочу призвать вас, чтобы вы не поддавались влиянию стереотипов. Если есть у вас желание, превратите это желание в действие. И тогда у вас есть свой ангел-хранитель. Это ваша интуиция. Развивайте её, она подскажет, как сделать выбор. Вы достойны поменять свою жизнь. Вы действительно ничего не делаете со своей жизнью. Вот что дорого. Вы достойны лучшей жизни. Вы достойны дара прозрения. Нажимайте на кнопку, инвестируйте в себя и получайте полезности. Все ссылки у вас есть. Так. Наталья пишет мне, как определить первых трёх. Вот здесь вот кто первые трёх написал. Наталья, вижу, да, уже есть номер один. О чём можно спрашивать на консультации? Да про что угодно. Самый важный вопрос, который у вас есть. Можно ли предсказать с помощью интуиции сход спортивных событий? Легко. В мастерской как-то у меня один мужчина, как он сказал, дважды доктор наук психологических и экономических. Он спросил, какая футбольная команда у нас выиграет? Смотрите, вопрос как поставил. Какая футбольная команда у нас выиграет? И назвал команды. Я с футболом не интересуюсь, вообще не спортивный человек. И назвала команду. А футбольный матч был вечером, поздно. Естественно, я пока приехала домой, устала, легла спать. На следующее утро слушаю, футбольная команда, которую я назвала, проиграла. Я так расстроилась, думаю, неужели я неправильно сказала? Проходит ещё какое-то время. Приходит этот доктор наук в мастерскую на занятия. И я ему говорю, вы знаете, а я же ведь неправильно вам ответила. Он говорит, почему? Вы всё правильно ответили. Она вышла в финал. То есть, понимаете, вот она проиграла тот матч, но в итоге по очкам она вышла в финал, она выиграла. Понимаете, как правильно задавать вопросы? Интуиция всё буквально понимает. Какой вопрос, такой ответ. Записи уроков будут? Конечно, будут. Так, Татьяна пишет, мне нужны контакты, друзья. Да, вот пишите Татьяне здесь, да, у меня есть вопрос к Ильине. Хочу, давайте так, хочу консультацию. Вот. Это подарок. Или хочу подарок. И Татьяна будет понимать. Ну, Наталья у нас была первая, как бы уже один человек есть, поэтому давайте пишите хочу подарок и тогда Татьяна определит, кто у нас первые три участника, которые хотят проверить интуицию в действии. Потому что у нас уже времени совершенно нет, мы уже должны заканчивать, нас уже ждёт другой спикер. А что означает срок доступа к материалам программы после окончания два месяца? А это чтобы вы не лежали на диване, а работали. потому что если есть некоторые уроки, будут даваться в записи, а если вы всё время будете откладывать, то, естественно, закроется доступ, всё, ничего не получите. Хочу подарок. Так, вон, воеводин Олег написал, можно я? Инна, Татьяна, не пойму, как присоединиться? Куда присоединиться, Наталья? Так, нажимайте на ссылки, вносите предоплату, можно предоплату внести, чтобы забить вот эту цену, которую мы сегодня дали с Татьяной. Забейте цену, пришлите любую сумму, Татьяна даст сейчас скидку, и как раз, чтобы вы сделали предоплату для участия в коучинговой программе по развитию интуиции, по обретению своего дара, прозрения. Всё, трое есть. Замечательно. Отлично. Всё, тогда я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Через Татьяну можно найти все мои контакты, запросить. Ну, сейчас у нас не секрет, контакты можно любые найти, да, в социальных сетях, мы все друг друга можем найти. Спасибо всем за внимание, жду контакты тех, кто записался на личную консультацию. Нажимайте на кнопку, буду рада видеть вас в мини-группе на коучинговой программе по развитию интуиции. Это будет очень интересно, для вас это будет незабываемо, это действительно очень ценно будет именно для вас. Всего хорошего. Спасибо всем.